В 1989 году в православном храме небольшого волжского городка Плёс венчалась немолодая пара. После венчания они погуляли по городу, долго стояли у старого деревянного дома. Никто на них не обратил внимания, никто не кинулся к мужчине просить автограф. До того момента, когда его станут узнавать все, оставались еще годы. Когда к нему где-то в аэропорту подходили и говорили, Леофанович, дайте автограф. Зачем ему авто? Он как-то так. При этом, милый пап, ну надо, люди ждут. Ну давай. Знаете, я думаю, что вот сейчас спросить поступающих в институт или там поколение какое-то, тут такой Олег Борисов мало кто скажет, очень мало. Скажу честно, не с высоты своего возраста, это абсолютно их проблемы. Популярность братьев Борисовых при жизни была фантастической. Старший Олег испытал голоукружительный успех уже при первых выходах на сцену. К младшему Льву известности слава придут гораздо позже, когда Олега уже не станет. Видел уже, честно говоря, потом пару раз в кино, после уже ухода Олега Ивановича. Он очень талантливый артист тоже был, но там, видимо, были какие-то тоже сложности судьбы. В какие-то слухи-то говорили, что у них не очень хорошие отношения там и так далее. Но я вам честно говорю, я очень далек от этой истории. Хорошие у них, плохие, из-за чего, если плохие, то из-за чего. Ничего не могу сказать, просто не знаю. И с детства еще, помню, с фильма «Райферти» знал артиста Олега Борисова. А тут Лев Борисов. И думаю, а что это он, я его не знаю. Если ты артист, почему я тебя не знаю из этой серии. Но потом оказалось, что он блестятельный совершенно артист. И как-то он так долго пребывал в тени брата. Почему-то. Раннее детство Олега и Левы Борисовых прошло в маленьких приволжских городках. Позже переехали в Подмосковье. Во время войны эвакуировались в Среднюю Азию. Вся непростая история страны была и их судьбой. Они же, понимаете, прошли войну. Голодное детство. Вши. Поезд, в который мы не ехали. 40 дней, где-то так, как говорил отец, из Ярославля в Алматы. Везла их мама, бабушка моя. Это отец очень хорошо и отчетливо помнил, и рассказывал мне очень часто. Надежда Борисова, актриса, дочь Льва Ивановича Борисова. Так что они научены жизнью и этой страшной бедой и трагедией. Поэтому, наверное, и выработался этот борисовский характер. Какой ты веселый? Да нет, наверное. И неразговорчивый. Почему? Не знаю. Не о чем говорить. Борисов – это не забытое, и это не прожитое, не прошлое. Это сейчас со мной. Лариса Малеванная станет одной из самых любимых партнерши Олега Борисова и в кино, и в Ленинградском Большом Драматическом Театре. Я Раферти. Джек Керол Раферти. Меня зовут Марта. Я играла с ним. Он мне принес столько горя. Потому что я играла в кино с ним и в театре. И всегда я играла нелюбимых жен. Раферти. Борисов подло изменял меня с Симоновой Женечкой. Тихий дом. Я из-за него, я играла в Наталью, я из-за него перерезала себе горло косой. Потому что он мне изменил с Аксиньей. Эмигрант из Брисбена. Был такой спектакль, который поставил Сандротов-Станогов. Там вообще Олег Иванович меня зарезал ножом. Потому что я была такая непокорная жена. Между нами все кончено. Все. Я ухожу от тебя. Причем очень интересно, мы общались. Я всегда говорила, здравствуйте, Олеженька. Я его обожала и не могла этого скрыть. Он говорил, здравствуйте, Лариса. Всегда так строго. Но все равно я чувствовала тепло и какое-то расположение. Мы ездили в эту деревню Ткачи, где они пасли коров с Олегом Ивановичем. И он рассказывал эту дивную историю, когда Олег был постарше, и они на лошадях с друзьями, одногодками, значит, мчали, мчали. А Льву и сказали, ну ты загоняй назад их. И оставили его одного. И, значит, отец остался. И теленок отбился от стада. Он пошел за этим теленком через высоченную траву. И вдруг хвост этого теленка исчез из поля зрения Льва Ивановича. И вот в секунду исчез и сам Лев Иванович. Он провалился в яму отходов вместе с этим теленком. Поворачивая голову, значит, они стояли в этом навозе теленок и Лев Иванович. И теленок ему сказал привет. Лев Иванович остался вот так вот по шею в этом навозе. И потом шутил, что вот так вот я, наверное, всю жизнь, но не до конца в этом навозе. А Олег Иванович пришел потом на помощь. Они его вытаскивали, значит, с друзьями. Сначала теленка, а потом только Льва Иванович. Потому что теленок казенный, и его надо было под отчет. И вообще в жизни подрастающих братьев Борисовых творились сплошные страсти. В школе, которую они заканчивали в подмосковном Тушине, оба прославились абсолютной неспособностью к физике, алгебре и прочим точным наукам. Учителя, перепробовав все педагогические приемы, признали в конце концов свое поражение. Но зато равных братьям Борисовым не было в школьном драмкружке и на футбольном поле. И что из того, что играли самодельным мячом, сделанным из покрышек? Олег нападающий. Лев в воротах. Маленький, прыгучий, пружинистый. Он брал сложнейшие мячи. Ему предсказывали карьеру вратаря. Очень любил футбол. Если видел мяч, он даже уже когда прихрамывал, прихрамывал, он все равно, я не знал, кого ловить, то ли мяч поймать, то ли папу. Алексей Кравченко. Актер. Зять Льва Ивановича Борисова. В жизни его папа называл. И для меня он как родной отец. Вот за те шесть лет, что мы были вместе. Олег Борисов, после выпускного вечера, получив весьма скромный аттестат, развел костер, побросал в него все учебники по точным наукам и отправился поступать в школу-студию МХАТ. Начиналась совсем другая жизнь. 1951 год. Несмотря на то, что на своем курсе он блистал, и ему пророчили место в главном театре страны, остаться после окончания училища в Москве ему не удалось. Обещанное место на сцене МХАТа занял сын его же педагога. И Олег отправился в Киев, в театр Леси Украинки, по распределению. Олег Борисов, каким я его знала. Молодой, красивый, талантливый, изящный. Танцевал прекрасно, изображал, копировал прекрасно, превосходно. Всех и вся подшучивал над всеми. Актер был великолепный. Тогда были гастроли по целому месяцу, по всей Украине, по всему Советскому Союзу бывшему. И, конечно, Олега Борисова знала вся Россия, весь Советский Союз. А в Киеве он был любимец. А мы где-то с вами встречались. Ничего удивительного, меня же весь Киев знает. И я вас где-то видела. Я люблю с образованными людьми в проходку ходить. Таисия Литвиненко, партнерша Олега Борисова по фильму «За двумя зайцами», в котором он играл главную роль – Сверида Петровича Голохвостова. А она – служанку Хинку. Легкий, заводной, точный, шутник, выдумщик. Но так, как он умел держать форму актерскую, это надо позавидовать. На нем лежал прекрасно этот костюм Голохвостова. Эти тоненькие ножки, изящные, шикарные туфельки. Котелок, который он носил на своей голове. Метеллик, который бабочка называется по-русски. И жилетка. Или вот жилетка. Та же хитрая штука. А! А! Не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету. Что-что? Ну, не тот парад на лице. А-а-а! Красиво смеялся. У него был красивый тембр голоса. У нас две недели было простое. Он уехал с женой куда-то в Карпат и приехал с Карпат немножко выпившим. Ну, так, хорошо выпивший. И снимали сцену с Проней Прокоповной в магазине, когда Проня говорит, дайте нам поговорить. Он пришел сватать меня. И они пришли в магазин, рассыпаются орехи. И они на весах там закуривают сигаретку. И Проня Прокоповна говорит, ваша папироска шкварчит. Ваша папироска шкварчит? Это в груди моей шкварчит. Чего? От любви. Так вот, в этот момент у Олега Борисова, так как он был уставший немножко и немножко в униформе, и котка вдруг, разумеете, и вот он настолько хитерый и настолько был шутник, что он, и котка была за кадром, он выходил из кадра, потом появлялся в кадре и продолжался диалог. В груди моей везувии, так и клокоть. Какие у него сияющие глаза в том фильме. И вообще на снимках тех лет. Солнечный мальчик. Очень скоро у него станут другие глаза. Этот эпизод, когда она сказала, не за ваши деньги я и шла, шла, я вас любила. И Олег Борисов сказал, эх, тоже. То есть, они сыграли в комедии такую трагедию. Проня Прокоповна, это же очень и очень. Бунт! Трюльник! Тихо-канавы! Бунт! Я пойду. Дважды просить себя не заставлю. Оказалось, что сыграл Борисов пролог собственного скорого будущего. С предательствами, непониманием, незаслуженными обидами. Бонжур! Пошли, друзья! Но пока еще он любит всех. Своих новых друзей, киевских футболистов и еще живущего в Киеве великого русского писателя Виктора Некрасова. А в театре и мэтров, и своих партнеров-ровесников, с некоторыми из которых он окажется связанным на всю оставшуюся жизнь. Я всю историю про него больше знаю через Кирилл Юрьевича и Лаврова, потому что они вместе работали, в лесу украинки. Вместе ухаживали за женщинами, за Бустрицки даже ухаживали они вместе. Жена Борисова тоже влюблен был в Лаврову. Ай-яй-яй-яй-яй! Что за мужчины? Стоят они тут и хором поют, конечно, не без причины. Она самая богатая женщина была в Киеве. Самая богатая. Она как будто после спектакля, когда перед лесом украинки, прохаживала своей собачкой. Девушка с собачкой, Алла Латынская, станет женой Олега. Он, впервые увидев шикарную квартиру тестя, даже потеряет дар речи. Но новых родственников совершенно не смутит барак в Тушино, куда они приедут знакомиться с семьей зятя. А Алла будет всю жизнь следовать за Олегом, как нитка за иголкой. И по актерским общагам, и по обшарпанным ленинградским квартирам. А потом также легко поменяет огромную квартиру в Питере на съемную в Москве. Откажется от собственной карьеры и всю свою жизнь посвятит мужу и сыну. Я его не видел лет... давно. На улице при встрече я не узнал бы, такой вымахал. А? В самый разгар счастливейшей киевской эйфории вдруг появился Лёва и сказал, что просит у старшего брата благословения пойти по его стопам. Это что такое? А, бать! Привет от рабочего класса! Реакция Олега была мгновенной. Достаточно в семье одного актера. Играй лучше в футбол. Как пригвоздил. И фраза эта словно бы отбросила долгую тень на артистическую карьеру младшего брата. Марс отсюда! Нервные все какие-то стали. Так, заграй, заграй, женам и тарка. 1961 год. Фильм «За двумя зайцами» с триумфом прошел по экранам страны. А потом и зарубежным экранам. И отношение к Борисову в театре Леси Украинки стало как-то меняться. А тут еще Олега пригласили на премьеру фильма в Польшу. В театре сказали «нет». А Союзное министерство культуры сказало «да». И кто выше по рангу? Руководство театра подчинилось. Но когда Борисов вернулся, на доске приказов висела бумажка о его увольнении. В тот день сияние в его глазах поубавилось. А солнечный мальчик стал уходить в тень. Приказ, правда, вскоре отменили. Но для Олега Борисова киевская страница перевернулась. А вскоре пришло предложение от Георгия Александровича Товстаногова, главного режиссера Ленинградского Большого драматического театра, где уже вовсю играли тоже переехавшие из Киева Кирилл Лавров и Павел Луспекаев. Что такое Товстаногов в те времена было? Это же личность такой, что в мировом масштабе заслуга Товстаногова, он Борисов это сделал, знаменитый артист. Стены кабинета заведующего машинно-декорационным цехом Адиля Мунировича Велимеева увешаны портретами знаменитостей БДТ. Народные, заслуженные и будущие народные, заслуженные любили заходить сюда после спектакля, посидеть, поговорить, отдохнуть. Мы с ним в хороших отношениях были. Он меня никогда отдельно называл, меня называл он стариной. Старина, заходи, старина, поговорить надо, стоит. Вот никогда по имени почему-то не говорит. Ну, Кирилл Лаврович Александрович, у него была такая позиция, что в БДТ звезд нет, потому что у нас все звезды, он говорил. Вот, все равны. Убежден, что БДТ и Товстаногов помогли ему стать тем Борисовым, который он стал. Я с протянутой рукой не хожу. Я артист. Брось, ты какие мы с тобой артисты. То, что песенки умеют петь, так это все умеют. Семь лет сидел практически без работы. От случая к случаю что-то там перепадало, засовалось. Это замечательный артист, который уже в Киеве стал звездой. Может быть, неосознанно. Георгий Александрович, как я думаю, возможно, я ошибаюсь, он пытался его покорить, подчинить. Борисов не из тех, кто был, кто ходит, о чем-то просит, придет к главному режиссеру, чтобы рассказать анекдот, чтобы поднять ему настроение. Ничего в этом плохого нет. Главный режиссер тоже человек. И к нему надо по-человечески относиться, и пошутить, и поддержать настроение. Но кто-то может, а кто-то и нет. Свяжите меня. Положите меня в угол, как полено, чтобы не портил вам вид. Этого вам надо. Ну как с ним разговаривать? Слушайте, мы знаем очень многих, которые очень многим были удобны, и они были успешны, и среди них есть безусловные таланты. Поэтому я опять-таки еще большая честь и хвала Олегу Ивановичу, что будучи неудобным, взрывным, принципиальным, человеком, который мог режиссеру известному сказать, известному режиссеру сказать, вы не готовы к репетиции, и уйти с репетиции через 15 минут после начала его. И вот этот человек добился того, чего добился Олег Иванович. Правы и те, и другие. Но как же трудно дается Борисову это незамечание его Товстоноговым. В то время, как Лавров и Луспекаев постоянно заняты в репертуаре. Бывает, что Лавров получает роли, о которых мечтает Борисов. Например, следователя Шаманова в «Вампиловской пьесе» «Прошлым летом в Чулимске». Но самое горькое разочарование – ревизор, Хлистаков. Репетировали на пару с Басилашвили, и горький, дерганный Хлистаков Борисова уступил изящному, легкому, веселому Хлистакову Басилашвили. Два прекрасных актера сыграли словно бы свои характеры. Товстоногов выбрал изящество. А эти быстрые кивки на ходу коллег-актеров, особенно когда он возвращается с очередных съемок, приглашают его в кино постоянно. Его мужская притягательность на экране особенно заметна. После фильма «Дайте жалобную книгу» в него влюбились все девушки Советского Союза. И всегда он выходит из заданных сценарием рамок. Даже если у него не главная роль, его герой становится центральной фигурой. Он играет в комедиях и драмах, в военных фильмах и детективах, в исторических лентах и экранизациях классики. «Крах инженера Гарина», я помню, «Крах инженера Гарина», конечно, да, да. Это я помню. А там такой злодей записной прекраснейший, при этом очень обаятельный, да, и страшный. А, это что, вот эти мультлуч там был, сделали, а, это же фантастика такая страшная. Да-да-да-да-да-да. Ну, Василий Италий, человек, что это такое? Это же, это ничтожнейший микроорганизм в несказуемом ужасе смерти, вцепившийся в глиняный шарик земли. Он обладал каким-то редким, редкой способностью, он закрывал темы. Он закрыл за двумя зайцами. Он пробует сейчас, играют, и спектакли играют. Нету. И не в том, что хуже, лучше. Нету. Вот потому что он закрыл инженера Гарина. Я думаю, что не бывает. Блистательно сыграл. Просто блистательно. Я даже не понимаю иногда, как это можно было так сыграть. А между тем, где-то в параллельном мире идет артистическая жизнь младшего брата. Совета старшего Лев не послушал. Окончил театральное училище имени Щукина. Работал в разных театрах. Снимался в разных фильмах. Вполне успешно. Но, правда, в небольших ролях. Держал ли обиду на старшего? Переживал ли старший за их отношения? Из письма Олега Борисова Льву. Лева, милая, здорова. Ты там один, и я здесь тоже совершенно. Не с кем слова сказать. Обменяй мелочишку, да и брякни мне. Мне приятно услышать по телефону твой голос. Я. Конечно, Олег для него был... Он заменил ему отца в свое время. Понимаете? Поэтому тут никак не разорвать эту связь. Даже вот в этой ужасной профессии, где мы все друг другу конкуренты, казалось бы, они все равно оставались в первую очередь братьями. Всегда брат, брат, брат. Он с огромной любовью отзывался о своем брате. В детстве был такой случай, когда они пришли за мной вдвоем в Ясли, я была в Ясликах, и они вдвоем пришли вместе с мамами, с Аллой Романной. Они приехали в гости как раз тогда. И мама мне говорит, что рассказывала, что когда я вышла, по ступенькам стала спускаться, я растерялась сначала. Не знала, кому подойти к этому или к этому. Потому что они были похожи. А жизнь в БДТ шла своим чередом. У Товстоногова был все же слишком хороший вкус. для того, чтобы совсем уж задвинуть Борисова. Олег Иванович получил свои роли. И принца Гарри в Генрихе IV, и Гришку Мелехова, и Кистерева в трех мешках сорной пшеницы. Роль фронтовика-инвалида председателя колхоза требовала ненормального высшего напряжения сил. Его словно било током. И это передавалось в зал. Я вырос в деревне. У нас тоже председатель колхоза был без руки. И он копия его играл. Просто копию. Если б знать жизни ради этого, пожалуйста, с радостью, хоть ию минуту умру. Лишь бы люди после меня улыбаться стали. А это дешевле. Даже своей смертью не куплю улыбок. В трех мешках сорной пшеницы участвовали собаки. И он специально ездил в приют собак. И привез оттуда две собаки. И одну собаку он у себя домашней устроил дома. И дома держал. Такой красавчик собачка была. Приезжали они на спектакль играть. Тот собачка дверь откроет. Сначала лапку положит. И посмотрит, не грязно ли лапка. И выходил с машины. Собаки, которые верно следовали по сцене за Борисовым, были дополнительным бонусом, из-за которого зрители смотрели спектакль по многу раз. Человек играет не о том, какой он замечательный артист, а о том, какое интересное существо его персонаж. Это вот признак очень крупного артиста. Артисты помельче, они все кокетки. Ощущение трагического таланта такое у меня почему-то сложилось. У него внутри все время, чтобы он не играл, какая-то удивительная такая боль сидела. Он терпеть не мог щу-щуканье. Знаете, как часто у нашего брата артиста принято? М-м-м, поцелуйчики. А там отвернулся и сказал что-то совсем другое. Он был не такой совсем. Он был мужчина. Я очень любила своих коллег, всегда с которыми играла, влюблялась в своих партнеров. Но я никогда к мужчинам в театре не относилась как к старшим братьям, а всегда как к младшим сестрам. Я знала, что их нужно поддержать, им нужно сказать комплимент, похвалить пиджак или галстук, и что-то такое. Олег Иванович один из немногих, к кому я относилась, как к старшему брату, как к мужчине. И он именно так себя и вел. Вам не понравилась комната? Мне кажется, я вытащил сегодня. Счастливый билет. Увлечение Олега Ивановича тоже было самое, что ни на есть мужское. Еще с детства. Футбол. Его лучший друг, тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский. В друзьях вся футбольная команда, не пропускающая ни одной его премьеры. И сам он при каждом удобном случае натягивал футбольные бутсы. Мы же играли в футбол, будь здоров, нападающий. Лавров, Борисов, Жора Штиль и Светланов Кузнецов. Полузащиты играли Демич, Аксенов, режиссер. Мы рабочие с другой стороны напротив играли. Олег Иванович в нападении, а у нас один монтировщик, Леня Сущенок был такой, его защиту. Олег Иванович лежит. И тот, смотрим, он отбегает от Борисова. Леня, что ты не держишь Борисова-то? А он, Леня, он же меня гоняет. Как гоняет? Леня, отойди, дай поиграть. 1979 год. Режиссер Александр Зархи приглашает Олега Борисова на главную роль в фильме «26 дней жизни Достоевского». Борисов начал сниматься, но спустя какое-то время от съемок отказался, объяснив, что не чувствует сценария. Зархи был мэтром, и руководство Госкино разгневалось, а разгневавшись, отстранило Борисова от всех съемок на два года. Началась депрессия. Из письма брату. Как все это Левушка навалилось, не идут слова на бумагу, хочется закричать, не выдерживают нервы. Солнечный мальчик с сияющими глазами окончательно уступал место другому человеку, в лице которого все больше проступали горький ум и жалчный сарказм. Ты добрый? Да нет, не сказал бы. И тут Георгий Александрович Товстоногов сделал красивый жест, предложив молодому режиссеру Льву Додину написать инсценировку кроткой по Достоевскому и поставить спектакль с Борисовым в главной роли. Меня долго очень предупреждали, что у него очень дурной характер, что они переносят режиссеров. И, конечно, я был напряжен, мало чего хорошего от этой встречи ждал. Он мне сказал, что он прочитал сценарий, что ему это очень нравится, но что он не знает, как это играть, даже не может себе представить. Он сказал замечательную фразу, которую я счел неким кокетством, хотя всем было приятно. Если позволите, я буду работать как ваш ученик. Все-таки Товстоногов был отличным психологом и провидцем. Спектакль «Кроткое» стал одним из высших достижений большого драматического за все годы его существования, а процесс его создания счастливым временем для двух больших художников. Там все время часы участвовали в действии, там есть текст о часах, и в какой-то момент показалось, что их надо остановить, а часы над шкафом висели. Вот если вы взлетите сейчас на шкаф и выключите часы, потому что они сейчас мешают вам слушать. Ну, я так как бы мечтательно сказал взлететь. И я думаю, что он внутренне примеривается, не может ли он взлететь. А если вот на стол я взлетел, можно я попробую этот момент? И он стал играть, не просто технически. И вдруг, когда он дошел до этого нужного момента и внутренне был к этому готов, он вдруг взлетел на стул, взлетел на стол, состало на спинку кресла и на шкаф и установил часы. И действительно было полное ощущение полета. К тому времени Олег Иванович был уже серьезно болен. Но окружающие знали это просто как факт, потому что все продолжалось. Работа, спектакли, фильмы. Проблемы начались и у младшего брата. Правда, иного порядка. Так скажем, алкоголь все-таки присутствовал, и он не скрывал, он говорил, да, я потерял очень много времени. Это же понятно, это я только про нашу профессию говорю, когда ты хочешь, меня не снимают в кино, меня не снимают в кино. А, и начинается. И пить вы больше не будете? Нет, пить-то я буду. Нет, об этом я уже позабочусь. буду. Я постараюсь сделать все для того, чтобы проследили за вашим драгоценным здоровьем. Нет, пить-то я буду. Обязательно, не разбить штан. Потому что какие-то слабости у нашего брата бывают только из-за того, что нет работы. И люди начинают уходить просто в какие-то неправильные вещи. При этом характером взрывным, нервическим, неуступчивым Лев был в старшего брата. Это уж вы позвольте, гражданин хороший. Являетесь, понимаете, здесь к насмерть больному человеку, которому и жить-то осталось чуть-чуть. Правами, понимаете, начинаете здесь фигурировать? В чем дело? В чем дело? Ни в чем. Проходите, доктор, беседуем мы. Уж больно суров, Семенович. Из письма Олега Борисова Льву. Прожить не нервничая, да еще имея такую профессию, из нас никому не удастся. Поэтому надо заняться лечением. Кто знает, сколько бы неправильные вещи продолжались, если бы однажды на гастролях в Черновцах Лев Иванович не встретил Марию. Она стояла в очереди за кофе и пончиками, и за ней, перед ней в очереди оказался отец с другом. И это была целая история такая смешливая, что он сначала не обратил на нее внимания, а друг обратил внимание и сказал, Лева, какая девушка за тобой стоит, почему она сзади нас, надо пропустить. Они пропустили маму вперед, она купила свой кофе, пончики, села за стол, и они решили подкатить. Подкатили, и случилась любовь с первого взгляда. Лев к тому времени был разведен. Мария оставила прежнюю семью и переехала в Москву. Человек глубоко верующий, она сумела передать такую же веру мужу. Лев стал другим человеком. Он очень погрузился в духовное чтение, в религию и в историю. И вот это его любовь к храму, потому что мама была на тот момент уже старостой, и это было общее дело. Он всегда был там, он помогал маме всячески. Они даже жили там, на территории храма, забросив всю светскую жизнь, никаких тусовок, никаких походов, никаких фестивалей, все это его уже не волновало. Он стал истинно верующим, православным христианином, который привел к, наверное, этому поступку и Олега Ивановича, потому что он стал его крестным отцом. И все же какой-то, пусть и невысказанный, холодок в отношениях братьев присутствует. В артистическом кругу мало кто знает, что Олег и Лев близкие родственники. Встречаются редко. Только когда Олег Иванович уходит из БДТ, общение становится более тесным. В 1983 году Олег Борисов переехал в Москву, куда его сманил другой Олег, Ефремов, решивший, что лучшие актеры страны должны играть только у него, во МХАТе. Наобещал, как водится, многое. Главное – репертуар. Чехова, Островского, Гоголя. О чем мечталось в БДТ, да так и не сыгралось. Я не сыграл Островского, я не сыграл Пушкина, я не сыграл Тургенева, я не сыграл Толстого, я не сыграл Гоголя. Я перечисляю, я этого ничего не сыграл. Задается вопрос, а что же я играл? Что же я играл? На фотографиях Олега Борисова того времени от прежнего солнечного мальчика нет уже ничего. Надо бы уже научиться дорожить жизнью и своей, и чужой, а то сплошные герои, елки-палки. Только не амбразуру закрываем своим телом, а дыры от разгильдяйства. Но все-таки однажды перед зрителями предстал почти прежний Борисов. 1986 год. Фильм по главной улице с оркестром Петра Тодоровского. Один из партнеров Олега Ивановича юный Олег Меньшиков, в котором Борисов видит зеркальное отражение себя. Только на 30 лет моложе. Корольков. ФС. Политех. Первый курс. Будущий инженер. Муравин ВП. Будущий пенсионер. То, как он меня принимал, как он бросался ко мне распихивая массовку, как мы с тем же Петром Уфимичем всю ночь до утра оголдели под водку, под гитару, с которой Додоровский вообще никогда не расставался. Мы сидели втроем, это действительно было так, в Киеве, в номере, пели песни, наутро, ну там, поспав два или три часа, мы пошли в кадр, не было никакой усталости. Ну, понятно, я еще молодой был совсем, но у них не было никакой усталости. Они абсолютно наравне со мной выпивали, пели, курили тогда еще. Я тогда обалдел от этой открытости, какая-то вот эстафетная палочка передавалась и так далее, но я этого не ощущал. Это пришло, наверное, потом. Это наверняка пришло с годами, потому что, когда понимаешь, с кем ты общался. Мне нужно с тобой поговорить. Слушай, по-моему, ты делаешь большую глупость, даже сам не знаешь, какую. Почему? Если Господь, Бог, наделил тебя одним, а ты будешь заниматься другим, так твой Терещенко прав. То, что не удалось отцам, должно удастся их детям. Это же закон джунглей. Лукавый Олег Николаевич Ефремов, Олега Ивановича Борисова, конечно же, обманул. Большой был артист и большой режиссер, но лукавый. Дал, правда, в «Чеховском дяде Ване» роль Астрова. Ах, какой это был Астров! Жгучий, страстный, эротичный. И этот развивающийся плащ, и этот смех. Публика на Астрова повалила. А перед гастролями в Японию Ефремов объявил, что вводит на роль Астрова себя. Борисов из МХАТа ушел. Чужие люди, абсолютно чужие. Живите, как знаете, делайте, что хотите, но только без меня. А болезнь Олега Ивановича меж тем прогрессирует, доставляя ему мучительные страдания. Мама, поскольку у меня румынка и черновицкие, все родственники, живущие там, всегда присылали различные соленья, различные угощения. И папа всегда, в первую очередь, как только они получали эту передачку, говорил Олегу. Они собирали корзину, то, что нужно Олегу, потому что Олег Иванович всегда нуждался в хороших продуктах. Мы все понимали, что ему нужно для здоровья помогать. И вот грецкие орехи, мед, это в первую очередь отец брал и вез Олегу. А Олег Иванович даже больше, чем своим, озабочен здоровьем Льва. Из письма семье брата. Меня очень огорчило Левина давление и его состояние здоровья. С болезнью надо бороться, мы это хорошо узнали. И боремся, не уставая. Ежедневно, ежегодно, ежечасно. И произошло то, что еще недавно казалось невозможным. Они вместе снялись в фильме режиссера Виктора Бутурлина «Садовник». Олег насторожился, потому что они внешне очень были похожи. Он сказал, ну как ты думаешь, мы сможем, братья все-таки. И отец сказал, я сделаю так, что я не буду похожа. и, мне кажется, у него это получилось. Ген, Ген, ну подожди, ну сейчас, Патюк, ну подожди, ну что ты, ну подожди, дверь-то открыть. Ну что ты? Кто там еще? Леха? Ты что ли? Ну и что ты стоишь тут? Заходи. Ирка-то у меня на вокзал поехала? Райку встречай. А Витек на работу пошел, ремонтируется. Ты проходи, ящик. Да, я его встретил. Олег Иванович будто заново открывает для себя характер младшего брата, его преданность родным людям. И честно оценивает ту давнюю ситуацию, когда резко воспротивился с желанием Льва стать актером. Из дневника Олега Борисова. Столько лет непонимания, обид, затаенной зависти. Я помню, как он готовился к поступлению в школу-студию по моим тетрадям, как я его отговаривал. И с тех пор какой-то провал в памяти. Словно остальной жизни не было. Вернее, у него своя, а у меня своя. В 1990 году на Венецианском фестивале в конкурсной программе участвует болгарский фильм «Единственный свидетель», в котором снимался Олег Борисов. Герой Борисова почти весь фильм молчит, лишь иногда произносит одну-две фразы. Жюри и критика были единодушны. Такого гениального молчания не было еще в истории мирового кинематографа. Олег Борисов получает награду за лучшую мужскую роль, обойдя гигантов американского кино Дастина Хоффмана и Роберта Де Ниро. В этом же году вместе с братом Олег Иванович снялся в фильме своего сына Юрия «Лебединая песня». И все. Сняться вместе они больше не успели. В 1994 году болезнь победила. Перед смертью Олег Иванович по настоянию младшего брата соборвался и еще успел записать в своем дневнике «В жизни все необъяснимо. Мой брат выступает в роли духовного наставника». Как жаль, что не успел Олег Иванович еще в земной жизни застать феерический успех младшего брата. В 1999-м Лев Иванович приезжает на пробы в город, в котором когда-то его брат играл на сцене лучшего театра страны. В этом же городе засверкает и его счастливая звезда. Ну ладно, это уже лирика. Режиссер Владимир Бортко на одной из главных ролей в фильме «Бандитский Петербург» утверждает Льва Борисова. Героя Борисова вора в законе зовут антибиотик. И это имя станет нарицательным. Вот кто бы со мной не говорил по этому поводу, кто любит этот фильм, все говорят антибиотику передай привет, путали там все время энцефалин или как путали, как его называют. И вот все передали привет, а ты увидишь там, а как он вообще, о чем он за человек, все интересовались вообще, что за артист, что за человек Лев Иванович. Он, конечно, ярчайшая фигура в этом сериале. Очень интересная история. Такие рассказы записывать надо, они людям радость несут. Сценарий сериала написал питерский журналист Андрей Константинов. Но это старая история, игра и хорошее в плохом, плохое в хорошем, он это мастерски делал совершенно, и, да, вот, миляга совершенно с замечательной улыбкой, да, и, на самом деле, страшный человек, да. Ну, хватит базара. Всем все ясно. Что решать будем, Иваныч? Отвечать должен. Мочить. Пенки пускает, пусть ответит фуфил. Да, мы всегда тебя помнить будем, Миша. О маме твоей позаботимся, не волнуйся. Ну, вот такие есть артисты органичные, как звери какие-то, кошки или собаки, не знаю. И я все время, то есть, меня поражалось, что он ничего не играет. Вот она как вон живет там в кадре и живет. Я не понимаю, как он это делает. Как ты? Я вроде, я его знаю. Я знаю, какой он в жизни. Но на экране он другой. Из него излучается другой свет. Он другой. Я все время ему говорю, пап, как ты это делаешь? А что я делаю? Ничего не делаешь. Хорошо сидеть вот так. Не прячься, не скрываясь. Если хочешь знать, вообще это моя цель. Жить не прячешься. Однажды во время съемок Лев Иванович встал перед автором сценария Андреем Константиновым на колени. Я там перепугался его там поднимать. Я говорю, да вы что такое? Он говорит, вы не знаете, что вы для меня сделали? Я говорю, да что же вы так прям все, я знаю. И я решил, что это чудит просто, старикан чудит, да, вот такие. И я потом, значит, Бортко говорю, что, наверное, возраст, я говорю, чего он такое устраивает-то? Он говорит, нет, нет, ты не понимаешь это, и ты, говорит, неправильно воспринял это все. Он говорит, просто очень вежливый человек, он просто хотел тебе показать, что он очень тебе благодарен. Вы знаете, вот он не стеснялся говорить приятные вещи, как-то вот очень так это все делал естественно. Вот не артист. Я артиста в принципе не люблю давно уже, а он какой-то просто нормальный такой дядька, очень открытый, доброжелательный, и что редко бывает вообще в нашей среде, очень никогда не стеснялся, там, не то, что не стеснялся, вот что-то хорошо получается, он говорит, молодец, слушай, здорово сейчас было. Ну ладно, не скромничай. Ты будешь делать то, что у тебя даже очень хорошо получается. Эту тему бандитства он так закрыл и отодвинул. Дальше больше нечего было делать уже. Ты, Миша, в это последнее время перед фраерами понты кидаешь. К сожалению, на то, чтобы в полной мере насладиться своей славой, такой заслуженной и выстраданной, у Льва Ивановича оставалось слишком мало времени. Я его забрал из больницы, он очень хотел домой. Но врачей у нас как всегда нет. При этом сами как-то не особо что-то делали, поэтому он говорит, Лешка, поехали домой. И он так я понял, что у него в глазах слезы встали. И я прижался к нему, понял, что и у меня тоже сейчас я не имею права ни заплакать, ни дать ему понять, что и мне тоже что-то надо мужиком остаться до последнего. Я его прижал, говорю, поехали. А он мне поехали. И мы так шли. Я его забрал. Ушли до машины. В 2011 году Льва Ивановича Борисова не стало. И вот два брата родных. У одного так сложилась судьба, у другого так. Ну, конечно, глядя на них огромный потенциал. Но опять-таки жизнь, жизнь и жизнь не сложилось. Где-то что-то характеры где-то помогли, чтобы не сложилось. Ну, там от Бога данный талант гигантский у того и другого был. А просто Лев Иванович, он как неограненный бриллиант такой был, тук-тук-тук-тук. А Лев Иванович, он был раз грань, два грань, три грань. Он был такой конкретный и определенный. Здесь сверкает, здесь сверкает, здесь сверкает. В Киеве на Андреевском спуске стоит скульптура. Голохвосты со своей проней. По телеканалам то и дело повторяют сериал с самым обаятельным антигероем постсоветской России антибиотикам. Простенькая комедия и экранизация детектива в мягкой обложке. И великая парадоксальность того, как сыгранные актерами феерического таланта легкие жанры становятся фактами большого искусства. И люди не отрываются от экранов по второму, пятому, пятнадцатому разу. Два брата, два больших актера заняли отведенные им места на пьедестале. Сочлись славой. Подсознательная ревность, невысказанные обиды, все было в их жизни. Было и прошло. А осознание своей неразрывности, которая связывала их в детстве, вернулось к ним много лет спустя. И это оказалось ничуть не менее важным, чем все сыгранное ими. И, может быть, их метущиеся души наконец успокоились и простили всем всеземные обиды. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова